Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник. Очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Сегодня мы с вами подведем небольшие итоги. Нет, мои хорошие, это не будут итоги недели с первого дня флешмоба. Об этом мы поговорим позднее, через парочку дней. Это сегодня у нас будут итоги последнего Лёлиного стрима. И мы сравним последние три стрима, которые проводила Лёля. Два из которых уже были на момент нашего флешмоба, а один, который был еще накануне, когда мы, так скажем, еще об этом, обо всем не говорили и не договаривались. Ну что ж, а, кстати, тем, кому интересно, стрим, последний Лёличкин стрим, где она, значит, сидела вся в слезах и в соплях. Вы можете посмотреть, у меня есть три обзора на этот стрим. Вчерашний день заходите, смотрите, кому интересно. Ну что ж, а мы с вами, как говорится, поехали. В общем, последний Лёлькин стрим, на котором она собирала на помощников, опять выставила, значит, 30 тысяч рублей. Что сказать? Весь стрим Лёля очень сильно плакала, особенно сильно начала лить слезы к концу стрима. Причем даже выскочила из кадра на несколько минут, на несколько, вернее, секунд и со слезами потом сказала, все, извините, я больше не могу, я пойду. Понятное дело, что когда она смотрела на строку донатов, она просто офигевала, друзья мои, когда такое было. За час 06 минут строка донатов, до 30 тысяч у неё был выставлен как раз-таки донат на помощников, на зарплату помощникам, да, ну вот она платит зарплата, аванс. Так вот, набрала она всего-навсего тысячу рублей, тысячу. Больше никакие другие итоговые суммы она не озвучивала. Это, конечно же, по её самолюбию очень сильно ударило. Когда она зарабатывала такие копейки, да, в принципе, никогда. Только если ещё на предыдущем стриме слезам не верят. Помните, когда она псирала Гошу из Москвы, слезам не верят, об этом мы ещё сейчас поговорим. Так вот, тысячу рублей она заработала, и, конечно же, она там сидела, ревела, утиралась соплями и вышла, вышла из стрима, потому что поняла, что, ну, смысл сидеть, когда тебе никто ничего не донатит. Лёля надеялась. Что она надеялась? Разжалобить людей, как обычно. Вроде и хомяки ей писали в комментариях, и советы ей давали. И она была уверена, ребята, что там она, я была уверена, в том, что она всё-таки их дожмёт вот этой болезнью Матроны, да. И она была уверена, что такая тема, как болезнь Матроны, что сейчас ей накидают вагон и маленькую тележку. Но что-то пошло не так. Как говорится, не тут-то было. На строке донатов, как я уже сказала, из 30 тысяч собрано было за весь стрим всего 1000 рублей. Что там ей куда пришло, итоговую сумку никакую больше не называла. Видимо, толком ни черта не было. Именно по этой причине она свернула через час 06 свой стрим и со слезами на глазах удалилась. Не получилось. Не помогли ей слёзы и сопли и очередные байки про проблемы. А также было там и литью грязи на Женю Бея, и на нас хейтеров, и на Каблякову. А также страшная. Друзья мои, страшнейшая история про Матрону. Вернее, история самая обычная. Дети болеют, взрослые болеют, ничего страшного. Но Лёлька пыталась это всё дело представить как трагедию. Знаете, меня вот просто такие, ну, ненормальные люди, неадекватные, всегда удивляют и поражают, которые хотят драмы в своей жизни, которые начинают нагнетать обстановку, особенно что касается болезни. Такое ощущение, что люди действительно хотят накликать беду. Ну, клич беду в таком случае на свою голову. Зачем ты притягиваешь своих детей? Неужели тебе их не жалко? Но, видимо, в ход идут и дети, и не жалко, конечно же, никого. У матери их много, детей аж целых 10. Да, пыталась Лёлька представить вот эту ситуацию ужасной, болезнь Матроны, но ей в комментариях через одного её же хомяки стали писать, что всё нормально, всё лечится, хватит уже нагнетать ситуацию. Одна женщина, мне очень понравился её комментарий, простой, но действительно со смыслом. У вас, говорит, обычное заболевание, это она сказала про Матрону, которая лечится, радуйтесь, а у моего сына это аутизм. И вот это действительно проблема. Я бы сказала, что это не то, что проблема, это очень и очень страшно, как для самого ребёнка, так и для родителей, которые всё это прекрасно ощущают, понимают и, как говорится, не дай бог никому ничего подобного не пожелаешь. Хочется всем пожелать всегда здоровья. Итог. Итог, друзья мои, неутешительный. Последние два стрима, которые идут с момента, как мы с вами объявили вот этот вот флешмоб, Лёлька просто, знаете, потерпела, как говорится, крах. По просмотрам стримы маленькие и по строке донатов на стримах вообще ничего. Предпоследний стрим, где она обсирала Гошу из Москвы слезам не верит, который под названием «Слезам не верит», Лёльке почти за два часа, за час пятьдесят на строке донатов накидали полторы тысячи рублей. Ну, а на вчерашнем стриме, как я уже сказала, за час ноль шесть всего тысяча рублей. Вот так вот, друзья мои. Больше никакие суммы нигде она не озвучивала. Это всё. Ничего не помогло, да? Ничего. Вот даже я подумала о том, что эта ситуация с Матроной ей что-то даст и начнут ей, конечно же, бросать донаты. Но не тут-то было. Видимо, всё же денег у людей уже не осталось после последнего флешмоба. Либо, возможно, её хомяки понимают, что всё же впереди Новый год. И у них тоже, не только у Лёли, да, а ещё и у них есть какие-то планы, желания, хотелки, мечты. Желание купить подарки себе, своим родным и близким, а также накрыть достойный праздничный стол. Ну, а Лёлька, бедная Лёлька, заливалась слезами такой подставы от хомяков в денежном плане, в финансовом плане, что они её, знаете, что она не сможет их подоить, она, конечно же, не ожидала. Она выложилась, блин, ребят, по полной, честно, за этот час шесть минут, она выложилась на полную катушку, но её старания никто не оценил. Обратите, какие разительные перемены случились с Лёлей. Так, ещё пять дней тому назад, в авторник вечером, она сидела на стриме, это было ещё до нашего флешмоба, накануне. Она вела себя на стриме очень развязно, общалась со зрителями, но она считала, что так будет всегда, что будут всегда ей подавать, а она будет через губу разговаривать, посылать в ад, посылать бумеранги, насылать бумеранги, да, делать, что хочет. Она собирала тогда вот на этом стриме, значит, на помощников на лечение от трипера, от алкоголизма, от туберкулёза, и даже там, друзья мои, даже на трипер ей подали больше, нежели на Матрону. Там она собрала за час сорок три с половиной тысячи на строке донатов. Причём когда, да, да, там она получила три с половиной, а на Матрону она получила, вот когда она сказала про Матрону, на помощников она на стриме получила всего тысячу. И вот там, кстати, где она собирала на лечение от алкоголизма, зрители ведь её просили, её зрители, «Уберите, пожалуйста, такое название, очень неприятно всё это дело читать и тем более донатить». Она сказала «Ничего, потерпите, хейтерам вы ведь это прощаете, да и мне простите». Ну, а затем, когда поняла, что ей не стали донатить вообще, она сказала «Да, да, конечно, я сейчас сменю название, какое вы хотите». Ей предложили на любовь, и она поставила на любовь, и в итоге всё-таки она собрала, худо-бедно, за час сорок три с половиной тысячи рублей. А вот последние два стрима, ребят, целиком и полностью провальные, она ревёт, ведёт себя, как кроткая мышка, знаете, но никто не хочет ей подавать, никто. Я думаю, всё же люди потихоньку начинают открывать глаза. Да, конечно, знаете, есть такие трудные, есть такие вот фанатички, которые будут слепо ей следовать, слепо ей верить, но многие всё же спустя время начинают открывать глаза и понимают, что всё, вот эта вот женщина, это не та женщина, за которую она пытается себя выдать. И она, конечно же, не относится к категории нуждающихся людей, чтобы ей подавали деньги. Но в итоге, друзья мои, то, что раньше сто процентов приносило ей деньги, контент со слезами, с соплями заходил действительно на ура, то сейчас нет. Люди послушали, люди её посмотрели, поняли, что болезнь ребёнка вовсе не страшная, всё это дело лечится, да, просто надо заниматься детьми, чем, а что она не делает. И вместо того, чтобы лить сопли и сидеть часами на стримах, надо заниматься детьми, надо лечить ребёнка, надо заниматься вообще всеми детьми, коих она родила, их здоровьем, их образованием, их воспитанием, их развитием. Как знать, друзья мои, возможно, это и есть звоночек свыше, что пора ей остановиться в своих вот этих вот вечных хотелках, которые никогда, как у старухи, да, у разбитого корыта, никогда не заканчиваются. Хочу, 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 хочу. Пора, как говорится, и честь знать, и начинать уделять время уже своим детям, раз уж что столько родила 10 человек, да, значит, и надо им внимания уделить, а не сидеть часами каждый день на стримах. Конечно, Лёля сейчас может сделать с ребят ход коню. Она уже так делала несколько раз, я обращала на это внимание. Увидев, что ей перестали активно подавать, она может пропасть на несколько дней. Вот, допустим, вчера, в воскресенье, она уже не выкладывала абсолютно ничего, не выходила на связь. А потом её начнут разыскивать химики, написывать ей, Олечка, куда ты делась, появись, ну, хотя бы что-то скажи. Мы соскучились, мы переживаем, как там Матронушка, а она, знаете, выйдет где-нибудь с коротким там роликом или ещё где-нибудь и скажет, всё нормально, просто вот маленькие просмотры туда-сюда, да, там, значит, нужна ваша помощь и так далее, и вывернет всё это так, что хомяки будут себя чувствовать, свою вину перед ней, что ролики, ну, не набирают должных просмотров, да. На стримах ей мало донатят. Она, конечно, говорит, вы не виноваты, что ролики мало смотрят, но она говорит это так, что они чувствуют себя виноватыми. Ну, в любом случае, вы знаете, её отношение с хомяками – это метод кнутая пряника. И это для меня лично очень-очень заметно. Если она перестарается с кнутом в отношении хомяков, то потом начинает строить из себя, знаете, эдакую дужку и заигрывать с хомячьём, кормить их пряниками, прикармливать, и так, как говорится, по бесконечному кругу, друзья мои, как-то так. Ну, что ж, мораль всей басни такова. Подводим итоги нескольких дней, нескольких стримов. Я сказала, итоги недели флэшмоба мы подведём через парочку дней, как раз-таки, когда будет ровно неделя. Итоги неутешительны для Лёли. Последние два стрима, которые проходили уже с нашего флэшмоба, после объявления нашего флэшмоба, они действительно для неё провальные. Но, и что я хочу сказать, ещё относительно детей, Лёля так часто обсуждала чужих детей, особенно детей Кобляковой, рассказывая про то, какие они были, что они ничего не умели, вот это были дети Маугли. При всём при этом, у Лёли столько проблем с собственными детьми, ей бы на них обратить внимание. Ей уже такие звоночки идут, а она всё делает вид, что ничего не слышит. Лёля, занимайся своими детьми, не трогай ты чужих детей. У чужих детей, как ты сама говоришь, есть родители, а у твоих детей есть ты. И ты мать, и у тебя 10 детей, и ты должна действительно ими заниматься. В общем, как-то так, ребят, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всё, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, ещё раз здоровья. Ну, и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.